Вырастить хороший урожай овощей это, казалось бы, и есть главная задача всего дачного сезона. Можно даже назвать это наш спортивный интерес. Но когда все получилось и результат на руках, то оказывается, что сохранить это овощное богатство бывает даже сложнее, чем его вырастить. Ведь кому-то для хорошей лёжкости нужно тепло и солнечный свет, а что-то любит прохладу и темноту. Поэтому сегодня я предлагаю вспомнить основные правила хранения овощей зимой, как в квартире, так и в погребе. Какие оптимальные условия нужно создать для каждой из культур. Также покажу, что и каким образом я сохраняю у себя. И вообще в целом обсудим главные правила и тонкости сохранности урожая. Итак, прежде чем перейти к основным требованиям хранения каждой культуры, напомню, что абсолютно любые из них перед закладкой нужно очистить, хорошенечко просушить и отсортировать по размеру. Ведь любые корнеплоды средних размеров хранятся лучше всего. Слишком мелкие быстро вянут, а вот крупные со временем становятся жесткими. И скажу за себя, что я перед закладкой в погреб никакие овощи никогда не мою, так как это снижает длительность их хранения. Хоть они, конечно же, и будут выглядеть чистыми и красивыми. Например, картошка. Идеальные условия для ее хранения считаются довольно-таки высокая влажность, которая равна примерно 80% и температура около 5 градусов тепла. Более высокая влажность, да еще и без вентиляции, спровоцирует появление различных гнилей и в целом ухудшение клубней. А вот из-за слишком высокой температуры, да еще и в сочетании с сухим воздухом, клубни начнут прорастать и увядать. Хранить ее можно разными способами, такими как просто навалом или же в мешках, в сетках, в ящиках или контейнерах. И я обычно храню ее в погребе в пластиковых ящиках. Так как они очень легкие, имеют сетчатые стенки и дно, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Единственное, что размещать их нужно на некотором расстоянии от стен. Далее свекла. Главное условие для ее сохранности это темнота и прохлада. То есть температура воздуха в хранилище должна быть примерно от 0 до 2-3 градусов тепла. И достаточно высокая влажность, процентов так 90. Ее можно хранить в подвале, пересыпав песком, поваренной солью, торфом или же опилками. А вот проще всего это разложить прямо поверх картофеля. Тогда создаются отличные условия для обоих овощей. То есть картошка, она не нуждается в излишней влаге и она отдает ее свекле. А свекла, впитывая ее, повышает упругость. Но если же у вас нет погреба или подвала, то небольшие запасы свеклы можно хранить и в квартире, в холодильнике, на балконе, в кладовке или в любом другом темном месте. Только тогда срок сохранности ее снижается до 3-4 месяцев. Или же, как вариант, ее можно еще и заморозить. И таким образом сохранить все витамины и полезные вещества. А вот замораживать можно как в сыром виде, так и в отварном. Причем как целиком, так и натерев ее на терке. Следующий популярный овощ, который, я думаю, выращивает и сохраняет каждый дачник, это морковь. И тут же напомню, что сразу же после уборки у нее нужно обязательно открутить ботву. И сделать это нужно прямо под ноль, то есть не оставив ни миллиметра. Или же она вытянет влагу из корнеплода, и он тогда просто завянет. Некоторые дачники даже обрезают точку роста ботвы прямо с небольшой частью головки, около 1 см. Ее тоже можно хранить в подвале, пересыпав с песком наполовину смешанным с золой. А вот если же у вас нет погреба, то немного урожая можно оставить прямо в грядке до весны. Морковь хорошо перезимует под снегом, а уже в апреле, как только сойдет снег, то эти крепкие корнеплоды можно будет снимать прямо с грядки и использовать в пищу. При этом забракованную морковку сразу после сортировки я обычно натираю на комбайне, раскладываю ее в полиэтиленовые пакеты с зип-молнией и отправляю в морозилку. Далее лук. Место для его хранения должно быть сухое, темное, прохладное и хорошо проветриваемое. И лучше всего для этого подойдет именно квартира, так как в погребе или в подвале повышенная влажность, и вы даже не заметите, как лучок начнет расти и гнить. Хранить его можно россыпью, в сетках, мешках или даже заплетенными в косу. Это уже вопрос предпочтений. Например, я храню его в луковых косах, для чего закрепляю эти вязанки на небольшие крючки под раковиной. И тут же напомню, что при хранении старайтесь лук разместить подальше от моркови, картошки или свеклы. А очень даже неплохо он переносит соседство с чесноком, сушеными ягодами, травами и сухофруктами. А вот чеснок, он очень капризен в хранении. И порой его не удается даже сохранить не то, что до следующего урожая, но и даже до весны. И буквально уже после нового года он постепенно начинает увядать, желтеть, а совсем и вовсе высыхает. Поэтому я храню его частично в таких же вязанках под раковиной на кухне, частично в стеклянных банках и частично перетертым в пасту и замороженным по формочкам в морозилке. Заморозка чеснока таким образом позволит 100% сохранить даже те сорта, которые не подходят для хранения в свежем виде. Ну а несмотря на то, что капусту на зиму и маринуют, и засаливают, и заквашивают в свежем виде, она все-таки полезнее и вкуснее. Жаль только то, что при комнатной температуре она долго не лежит и быстро увядает. Поэтому лучше всего ее хранить в подвале, подвязав за кочерыжку. При этом влажность должна быть очень высокой, процентов так 90-95, а температура низкая, около 0 градусов. А вот в квартире на утепленном балконе ее можно сохранить, если обернуть вилки в несколько слоев пищевой пленкой. Только окутывать нужно максимально плотно и периодически, конечно же, проверять сохранность головок. Ну и наконец, чтобы не терять наше драгоценное время, под этим видео я оставляю ссылки на ролики, где я подробно-подробно описывала и показывала простые и доступные способы хранения этих и других овощей. Например, сладкого перца, лука порея, сельдерея и даже помидоров. Вдобавок там же закрепляю видео с самыми популярными и даже нетрадиционными способами хранения яблок и груш в квартире и на балконе. Проходите по ссылкам, смотрите видео, а в комментариях обязательно делитесь своими вариантами зимнего хранения фруктов и овощей. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok